Музыка 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 Хираку, новый день, пацаны, всем привет! Видео Необычное для Канала Ну, относительно необычное Есть такой заказ, с прошлого года Объект, где надо сделать на деревянный дом Который собран из бруса Келла, по-моему, называется Это сухая карельская Сосна, насколько я понимаю Которая засохла там еще когда-то Вот И сейчас я вам расскажу, что туда надо сделать Казалось бы, надо сделать туда Скользящие Ну, такие скользящие Крепления по венцам внизу Но это сделать невозможно Потому что там есть яндова То есть, должно двигаться, но не может двигаться Потому что запирается Обратился к Андрею Дмитриевичу Уникму Он мне там целое видео снял Как нагрузки, куда, сколько усадки Там примерно В общем Показал Вот Как делали Донкрат Донкрат такие стойки, которые Знаете, на обычных стойках Когда усыхается Там регулируют стойки Ну, чтобы кровлю Да там Поднять где-то, опустить Потому что есть зона Где стойки стоят А есть зона, где ринцы Так вот, ринцы садятся Ну, брус, да А стойки нет Появилось Вот, собственно Там такой донкратик используется Но Этот донкратик Когда Идет облицовка Ну, внутренняя облицовка дома С тропил, да Мы зашиваем И больше это не обслуживаемое Есть Идея появилась Чтобы это сделать обслуживаемое Сейчас я вам Расскажу Подробно Для чего Что и как Сейчас мы перейдем К Талмутинам там И я вам покажу Что я имею ввиду Ну, нарисую Чтобы было понятно Потому что сейчас сначала видео Еще не понятно Ничего никак Но процесс уже идет Такие вот пластины Шесть миллиметров толщиной Вот Это заготовки Сейчас я вам буду показывать И рассказывать Что для чего Так Ну, вот, собственно У нас Такая вот Картинка Получается Здесь у нас свинцы идут Здесь свинцы идут Они садятся Но нас это не волнует Потому что Они садятся по-своему А вот тут У нас, по-моему Шесть свинцов Или семь Или шесть свинцов Ну, будем на объекте Я вам покажу Вот Вот И вот эти венцы Садятся Относительно Вот этого размера И это Эту усадку Нам надо Учитывать с вами То есть, вот эту только Усадку Потому что все остальное Идет дальше Вот Если бы у нас был бы тут Центральный до конца И его тоже Ну, а у нас дальше В холодной зоне То есть, в теплой зоне Вот так вот А в холодной зоне Здесь стойка стоит Поддонкрачная Такой вот Донкрат, там, как я говорю Заводским, да Такой Гаечка Со шпилькой Вот И Ну, вот Она должна тоже регулироваться Так Теперь мы с вами Смотрим Что происходит В этом всем У нас Вот С этой стороны Есть там домик Который Ну, вот Так вот Грубо говоря Сделан там Вот Если посмотреть На Кровлю Сверху То она По-моему Умеет Такую форму Почему По-моему Потому что Аппендикс такой есть Или нет По-моему, там коротенький такой есть Или это ровная Ну, не суть Здесь у нас центральный конёк И Здесь у нас конёк Здесь образовываются Две яндовы Теперь Думаю, понятно, да Скаты у нас идут сюда Вот так вот Теперь получается Для чего это нужно, да Когда У нас Здесь Садится Вот тут вот размер Размер То есть тут размер У нас Пытается сатись, а тут разорваться Как это можно сделать на мелко-штучной Андрей Дмитриевич сказал Ставим две параллельных яндовы Эти стропила в эту яндову Приводим А эту стропила в эту яндову Таким образом Здесь размер сужается Мелко-штучная черепица Например натуральная Позволяет Мягкая кровля нет Фальцевая кровля нет Ну то есть такое вот Есть решение, да Чтобы и ходило всё Вот И Размеры там Великоваты Будут ходить там Я уже сейчас цифры не помню Ну короче этим пренебрегать нельзя Вот точно нельзя Вот Я думаю, что Если мне получится Видео сюда Андрея Дмитриевича Вставить в это видео Я обязательно вставлю Вот это Ситуация С скользящими опорами внизу Исходное состояние Вот тут 6 делений Видно по сантиметру На винтике Вот здесь Это Коньковое бревно И вот здесь Трисочка нарисована Где стоит стропила Вот эти Красные Регулировочные винты Не имеют никакого отношения К тому, что происходит На уровне Выше Эти винты Компенсируют только то, что Садится ниже Итак Посмотрели мы на эту картину И сейчас мы посмотрим Что произойдет По мере усадки Так Не попал Сейчас опаду Вот Изменения Так Вот Здесь Осталась Одна Рисочка Я посадил Вниз 57 мм Это все Наклонилось Изменил Голокон На 1 градус И вот здесь Съехало в сторону На 22 мм Этот Агрегат Позволяет Померить Да 22,7 мм Ну и вот Что происходит С яндовыми В этом случае Могло бы произойти Если бы могло произойти Вверху Яндовы остаются В одной точке Потому что у нас Кверху Есть привязка И того И другого А внизу Им хочется Сойтись То есть Пиндюриться друг в друга Вот настолько Вот настолько Одна яндова Хотела бы уйти сюда А другая Сюда И вот это расстояние Довольно Большие По 30 Измеряет Ну в общем Я мерил их уже Вот так нормально Да 32,4 мм 32,4 мм Поскольку Одинаково Признак того Может Или не ошибся Но поскольку Сойтись они не могут Всё жёстко То ничего и работать не будет Будет работать Какой-то перекос И следующее видео Я уже покажу То про что вчера говорил Вот Так как у нас здесь Они сходятся Так как Здесь крыша сходится Это сюда сходится Да Если бы она ехала А Это у нас Так же Опускается Вниз Ну как бы Вниз Да А это у нас Ну так же вниз То есть Получается Такое движение Когда они идут Навстречу друг дружке Соответственно Здесь они Приподнимаются И расходятся То есть Получается Что К чему я это всё Рассказываю То есть Ну то есть Это Бессмысленно Потому что всё будет Здесь вот заблокировано И она будет Как-то криво пойдёт В сторону куда-то Гнуться Поэтому Здесь мы Жёстко Крепим Здесь Жёстко крепим А вверху Вот здесь вот У нас идёт два венца Раз венец Раз венец И два венец Мы чуть-чуть Строгнём плоскость Сюда Прикрепим Брус Так Так Здесь будет Полоса Одна Просверленная шпилька Заканчивается Шестигранником Там дырка будет дальше Проходить Вот И здесь будет Стоять некий Данкрат Такой Который мы будем Вот здесь вот Внутри дома Крутить То есть Что получится Идут Стоять стропила Венцы садятся И вот здесь вот Идёт Некий разрыв Да То есть Получается Что здесь у нас Как бы Давайте так вот Нарисуем полностью Стропила Они у нас будут Зарезаны Вот И здесь у нас Брусок отрывается И для того Чтобы нам перенести Опять несущую способность Чтобы она держалась Только нам На винцах стеновых Надо подданкратить Сюда И перераспределить Нагрузку То есть Переопереть опять её туда То есть Такая некая сервисная история Которая будет Со временем Двигаться Какой-то год-два Здесь будет Сделана какая-то Облицовка Которая будет зашита Да Там этого ничего не будет видно Вот Но Но Это возможно Делать Потом в конце Когда это всё усядется Так как Это кело Так сухое Шевелится немного Но всё равно Есть Какие-то Прокладки Между ними Волосянка Такая Она Садится Если обычная Усадка Там Вот я не силён в этом Поэтому Какое-то расстояние А то это там В три раза меньше Но всё равно оно есть Вот Когда нагрузку примет Поэтому Этот брусок Надо будет Подонкрачивать Вверх Да Переопирать Теперь давайте Развернём здесь Вот тут много Всяких разных Писюлик Как это должно выглядеть Размеров В общем Вот у нас Одна пластина Которой приварена Сверху трубка И Такие Косынки Которые будут держать её В неё Будет заходить Шпилька Вот сюда Вот так вот Которой будет приварена гайка Не знаю подшипник сюда ставить Не ставить Решили наверное не ставить Слизанные грани Для того чтобы было хорошее пятно Опирания Вот она в неё упирается Идёт вниз Здесь у нас Пластина нижняя Которая к пенсам То есть это Так вот давайте нарисуем Это у нас Венец 1 Венец 2 Пластина 1 У неё здесь Ну косыночки так Условно рисовал Это вот это вот Засверливается Под косынки шиной прорезаем Опустили Только толщина пластины есть Торчит Теперь Вот это вот Брус у нас Идёт Ну туда он ушёл да Коньковый вот это вот Тоже пластина В этом брусу Просверлена Под трубку И косынки И теперь эта шпилька Всё Соединяет То есть здесь гайка Мы её крутим И она давит Либо вот сюда вот В верхушку Заглушной трубы Либо опускает Таким образом Мы Делаем Вот такой вот Донкрат Который Должен нам обеспечивать Вот этот вот подъём Который нам необходим будет При котором сядет Вот Вся эта конструкция То есть не конструкция А Дерево да Венцы вот эти все Весь сруб Сколько это будет непонятно там Ну короче Это будет видно Вот В общем такая вот история Тут уже много наговорил Сейчас Чтобы более понятно было Я вам покажу уже Детали которые Мы будем использовать Вот здесь вот у нас Сейчас уже есть шпилька 22 миллиметра Ой 20 20 миллиметров шпилька у нас Вот такая вот Она будет разрезаться пополам В данном случае Потому что Размер у нас Вот этого вот До края Шестьсот там Шестьдесят что ли По-моему Вот пятьсот будет То есть где-то в средине Чтобы можно было Да и в дальнейшем Просто можно будет сюда Вырезать пробку Забить в дерево Зашлифовать И закрасить То есть его не будет видно вообще После того как все сядет Будут использовать шпилька А сельного пока Еще нет не пришло Вот у нас еще будет Вот Сейчас вот Сверлится Такие вот пластины Это у нас Подтая То есть допустим она верхняя Здесь будет Трубка привариваться С косынками Так И допустим Нижняя У которой здесь Будет привариваться Гайка Удлиненная которая С косынками И шпилька Проходить между ними Они будут лежать вот так Вот То есть да Вот стол Это у нас Венец Сверху Давайте Для красоты Положим щетку И когда мы будем крутить Он будет Его вот так Вверх поднимать Так По тайчике Чтобы саморезы залезли Потом как По одному шаблону Чтобы они Не встречались Вот Сейчас в общем сверлим все Нарезаем И уже По фабрикатам Покажем Что именно Туда Будет использоваться Тем более Когда этот придет Завтра После завтра Должны прийти уже Гайки основные Итак У нас Какое-то количество Уже Нижних пластин Прихвачено А именно Их здесь 20 штук Вот Как я делал Это у нас верхние Они в принципе Одинаковые Вот Сделал такую Пыптык Вместо струбцинки Одеваем И закручиваем Сюда Вот Такую Длинную Гайку Вот Для того Чтобы она держалась Так У нас теперь здесь Ну Вот так вот Я ее выставлял Вот так вот Снизу Подтянул Вот здесь Вот эти места Обварил Потому как Вот сюда косынку Я не могу Здесь у нас болт Сюда В общем здесь С этой стороны Ну то есть На вот эту полочку К этому углу Будет косынка С этой стороны Вот этой полочке Ближе будет косынка Здесь будет Сюда косынка Ближе к этой полочке И здесь Ближе к этой полочке Вот сюда косынка Что я имею ближе к полочке есть у нас здесь ну там миллиметров 20 до косынку будем ставить ну она у нас 6 миллиметров до но ближе к этому углу вот то что я имею вот так вот обварили выкрутили сейчас у нас гайка отвалится у нас таким образом уже вот эти вот все наживлены большая гаечка такая чтобы держала хороший вес плюс резьба у нас усиленная плюс косынки как я вам сказал будут электроды конечно этот самый конечно всегда можно сказать что рука жопой да но электроды оставляют жопу еще шлак не до конца варить не умеешь как бы нормально прихвачено вот эти вот арсенал мне очень нравится вообще к еф но у меня их мало с косынками будут сложнее там провалить а вот это вот три санта такое дерьмище просто вообще капец я вот ими сейчас прихватываю для того чтобы потом обваривать более менее нормально но все не хватит так че делал вот вот собственно вот первые ресанта эти обваривал арсеналом вот пожалуйста вот такие вот дела вот собственно теперь я чтобы в мастерской особо не дымите здесь так немножечко есть дымок чтобы не дымите сейчас одеваясь иду на улицу там отец косынки варе сейчас буду обваривать косынки вот дальше на следующем этапом будет ответная сторона здесь на шпилька варится ответная сторона вот здесь здесь у нас будет трубка приварена заглушена и внутри будет гайка которая будет упираться и ходить там но об этом позже когда найду трубку в общем все про хронологии событий ну вот и обварил до конструкция конечно монументальная в общем когда проваривал вот этот гайка накан нагрелась до красна и потом не хотела шпилька туда вкручиваться вкручивалась очень тяжело что что говорит о том что резьбу немножечко повело так одеть из ладно сейчас пока я не знаю где не в общем я купил мечики на 20 резьбу шагу тут видно что по пластине мечик прошелся немножечко вот купил мечик для того чтобы наводить ну и собственно на вид ну как бы она его здесь как бы и одну рукой держать и теперь все хорошо сейчас следующим этапом было были произведены следующие действия я поехал в петровича и купил отрезной макита потому что замучился болгаркой резать особенно когда на четкий угол размечать светотряпочкой я купил трубы они на улице сейчас я вам все покажу в общем отрезной и трубы отрезной макита 355 миллиметров диск особо рассказать нечего вот тут посмотреть мощность 2200 ватт короче будем надеяться что он хочет по китае не будет китае учить то есть поработать и не будет соответствовать тенденции из этой страны хотя в принципе не может научились делать но в общем не хочется покупать его еще раз вот так в общем трубки я разметил по 950 миллиметров сейчас их кольцо соответственно не надо собственно для чего он был куплен чтобы сразу угол 90 резала две трубки по метру вот диаметром они тридцать вторым не не стресса и 42 42 бывает трубка сразу вот 43 43 я их подбирал таким образом чтобы вот это удачка ну-ка не на это такая вот да то залазила и проворачивалась то чем я говорю ранее я дальше покажу ну вот собственно все эти обвалины сейчас они чистятся от шлака ну так потом будет прогоняться резьба в общем все отрезаем вот я нарезал трубки у нас 20 штук снял фаску вот и теперь мы собственно теперь такую пластинку берем которая не наварена размечаем у нее центр куда должна быть трубка куда трубка на это приходить и соответственно прихватываем и так все 20 штук прихватим а потом будем варить идет косыночки также по прихватывал все 20 штук вот они так вот выглядят теперь начинаем обваривать арсенал классные электроды с сабовские тоже классные но это дерьмо куплено в леруа мерлен после начала всех всем известных событий они пропали а потом появились и появились явное говнище просто вообще матюка есть прихватить ими невозможно попробую разжечь дуга убегает прям на ходу тухнет но так пол пачки уже дожег на предыдущий там где гайку приваривал ну и вторую пачку не выбрасывать жалко но матюка есть аж снег тает со пристройки вот в общем обварю так разрезали длинную гайку вот такую пополам сейчас объясню для чего то есть если просто взять гайку короткую скажите зачем ты херней занимаешься вот у нас гаечка есть такая которая стандартно но она уже получается может сказать в половину уже вот тут вот вкрутили тут обварили и тут обварили помимо резьбы держала чтобы еще и сварка держала так потом все это дело одной рукой неудобно вот у нас залазить вовнутрь вот и потом когда мы вращаем сейчас заглушку еще на на трубку приварить чтобы вот эта вся гайка со шпилькой упиралась не и давила ее вверх у нас есть ход еще для чего обрезать чтобы появился ход так 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 давайте для чего он нужен ход у нас будет она как раскорячилась там я не могу даже вытащить и короче этот ход 65 миллиметров ладно сейчас я вытащу потом продолжим так еле вытащил усик обломали теперь она идеально меряет 65 5 миллиметров вход это как раз таки для чего сначала мы ее вкрутили она вас стоит потом начинает садиться да то есть вот так вот мы вкрутили она оперась сначала потом начинает здание садится а это же у нас коньковому брусу прикручена к верхнему куда стропила и она меньше начала уходить на какое-то расстояние а сколько там просадку дало и вот 65 миллиметров дмитрий по моему говорю 50 60 миллиметров на это расстояние так вот вот они есть чтобы она смогла просесть вот а потом мы шпильку вкрутили 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 опять переоперли наверх вот сюда вот ну сюда что мы возьмем что 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 так дело давайте возьмем такую грубо говоря на режу пластину за заварю вот так вот и вот она у нас будет упираться туда уперлась потом садится на какое-то расстояние потом мы подкручиваем выдавливаем шпилькой вот с этой стороны то есть эти две пластины они будут выглядеть вот так вплотную это уже в венец верхние венцы закручиваются вот сейчас давайте ее подсоберу вот здесь вот выкручу гайку подсоберу а вот тут отсюда много крутить давайте отсюда сейчас вот так я в кучку под собрал то есть это будет вплотную у нас это венцы будет вкручиваться но повыше то вот венцы прорезать фиксировать саморезами это верхний брус так здесь вот то что протачивали здесь обварить чтобы это был некий шестигранник чтобы изнутри можно было крутить ключом это у нас упрется здесь когда винт будет крутиться то есть она допустим давайте так вот здесь будет заглушка обварена да вот так вот она будет заглушена и когда будем вращать этот винт будут упираться и подымать вот такая вот история вот она так собрана вот этот к нашему я замахался болгаркой точить все это дело поедем к нашему алексею дорогому на токарном попробуем проточить то завтра и таким образом останется гайки уже нарезаны заглушки обварить ты сначала гайку приварить одеть сюда заглушку обварить все а там останется похоронен внутри так вкрутили сюда и можно принципе это независимо оттуда же ближе крутить вот эту штучку накрутить а здесь обварить вот так вот такая вот идея такого данкрата весит на на килограмм 5 1 здесь у нас раз венец будет два в общем все завтра может подсниму как как будем точить с лёхой будет все гораздо аккуратнее за . для того чтобы они просто гайку приварить чтобы вот тут если просто ну допустим через спильки был до не проточенный просто мы в торец взяли приварили то когда будем вворачивать зависимости от усилия мало ли треснет отвалится еще потом с этим делать а так я здесь обварю и здесь обварю идея на этом все завтра встречаемся у лёхи в токарке пока отец будет нарезать пластинки как и кругу шайбу вырезать до соответственно плазмой наверное либо квадратики нарезать нарежем углы посрезаем обварим лишнее обточим легких путей не ищем он стоит с верху сальничек залатым и втулку сделаю так вал 29000 и вот таким вот образом и фокусируется о таким вот образом протачим сейчас осталось уже немножко и все уже можно будет обваливать день следующий ребят вы видели как мы с алексеем проточили за что ему огромное спасибо и бутылочка домашнего домашние настоечки вот вот от меня моей домашней вот в общем вкрутил так вот шпильку в гайки которые разрезаны пополам длинные у нас но такие только только это у нас 14 это у нас 20 под резьбу имеется ввиду вот я вот так вот их наживил сейчас прихвачу здесь обварю здесь и обварю здесь все и таким вот образом я их сейчас все обварю так как я уже говорил ранее тут у нас лежат все остальные потом собственно вставлю вот сюда накидаю туда солидо вот накидаю солидо туда вот она вот так вот верхняя часть будет потом вот здесь вот уже отец нарезал такие вот заглушечки и потом я их вот тут вот обварю ее вставить можно молоточком подбить а шпилька я туда снизу потом подкорректировать не знаю посмотрю как я буду допустим ее можно на половинку утопить чтобы шов правильно проложить а можно утопить чуть больше чем в саму тело допустим ниже чтобы вот так вот было расстояние такая как висита ну короче вот эту шайбочку всю заглушку утопить чтобы она была вот так допустим и заложить шов сварочный по кругу в общем это не принципиально работать будет нормально и так и так хорошо я бы сказал в общем сначала обварю здесь вот потом вставляю шпильку накидываю туда солидола вниз опускаю ее обварю чтобы не не вытек весь вот ну и все потом накручиваем снизу вот сюда вот все ну вот этот вы поняли да гай вторую вторую ответную вот эту вот так вот с резьбой подойдет а а потом уже сюда одеваем наши гаечки где-то плотненько где-то протащили так залазит она нормально где-то она зажала перчатку видели да ударить ударила чтобы засунуть а слезла она сама ну просто одной рукой на перекос да она скорее всего на перекос идет вот но это ладно да вот тут именно на перекос она пошла на резьбу уперлась наверно все ладно это не суть важно у нас сейчас в общем забьем потом и уже это вот эта вот обварка будет крайняя на проточку в обратном порядке мы их не соберем ну либо сначала накрутить все одеть а потом обваривать все это тряхомудия но это неправильно не совсем правильно потому что помимо того чтобы варить если здесь будет что-то торчать это же будет упорная часть у нас вот этот шайбочку и здесь она будет крутиться вот она должна быть вот такой вот ровненько и остаться вот накручена на шпильку чтобы резьба держала и еще варим чтобы и сварка держала как-то так херак новый день в общем накручиваем их отец их тут папа чищал немного чтобы диаметр больше не рассверливать я тут такую приблуду сделано чтобы не накручивать ну-ка за все не крутить руками вот так вот оп и все и вот она у нас там сейчас я все накручу так а потом будем ставить сюда гайки уже непосредственно и обваривать на этом будет закончена я вам покажу еще какие-то все накрутил обварил вот поеду на fest завтра мы на фест едем с вечера начинается завтра мы едем с утра вот отец пока их покрасит и закончим не закончим нет нет не закончим видео мы их погрунтуем и закончим это видео так мы поставим потому что видео будет не полным не все до конца понимают скорее всего для чего это надо вот я думаю мы их смонтируем покажем что что он делает непосредственно дан кратство вот и тогда будет уже видео закончено вот они подваренные обточены чтобы ничего не мешало с торца проварены и там где фасочка у нас была вот они все лежат ну все теперь в общем осталось их покрасить так и вот мы собственно рассказываем как вы видели здесь пропилы которые посадили то есть вставили вкрутили тут вкрутили тут теперь это все надо такой ключик сварил чтобы можно было ставить изнутри и садить его ну сейчас он там кривое потому что оно где-то подсадили где-то нет ваня там чего не вкрутил центральный ну его надо посадить полностью весь вот этот конец а ну да 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 все понял в общем как вы видите на каждой на зарезы только на опорах здесь на коньковой то что я у Вани спросил вон она стоит вот она то есть сначала мы садим его весь он залазит вот эту отверточку такую вот под косынки туда садится вот но другой момент что Вань тебе то его сразу прикрутить все равно надо вот я сейчас дойду сюда буду опускать да здесь тоже надо будет закрутить его полностью опустить его потом сюда соединяем этот конек запил делаем тут небольшой сколько тут ну 20 20 миллиметров перепад учитывая что здесь смотрите как тут строгнули да вот видите 60 миллиметров сняли а здесь мы 25 сняли только навели вот верхушечку чтобы бревно туда хорошо село это собственно вот то что говорили если бы этого не сделали то у нас бы перепад был больше чем толщина бруса конькового а так вот мы получается сейчас уже еще раз 60 да 60-25 ну там вот и 30 по-моему ты говорил да да 60 и 30 30 миллиметров мы уже убрали здесь то о чем я говорил следующий момент потом на зарезе стропил еще миллиметров там 30 может быть ну посмотрим сколько позволит запил нам сделать еще посадим ниже и таким образом потом еще конек контр брус здесь 50 будет здесь у нас будет 40 еще ниже по ну и так далее так далее вот таким вот образом мы наберем ну снивелируем вот это вот постараемся максимально снивелировать вот эту разницу в коньках ну потому что венцы запилиться вот так еще тут из нюансов за то что надо будет доставлять на каждые три крайних теплых стены надо будет вот такие вот бревна доставать ну они там уже есть стоят короче потом как стропила должны быть полностью то есть отсекаться теплый контур ну все такая вот красота я прискочил быстренько подснять что у Ваньки и еду в мастерскую заниматься у нас день уже какой-то но не следующий но спустя какое-то время вот у нас уже стоит ни много ни мало один скот полностью здесь ендовые ну и процесс идет если Ваня постарается то дня два я думаю закончить вот у нас здесь с вами возвращаемся к тематике какой будем вот тут крайний да а я где откуда буду стоять а вот давай вот вот собственно у нас здесь стоит вот видно такой пятак регулировочного донкрата здесь пластины сомкнуты конек выставлен Ваня удобно бутурки там вот и мы сейчас покажем как это работает вот так статично немножко надо встать Ваня оставляет ключ закручиваем и вы можете видеть как поднимается это сейчас там прокрутить надо чтобы она уперлась да Вань да на вот эти вот я вам показывал чтобы 60 миллиметров где она ходит сейчас просто гайка была в нижней нижней точке обоймы и поэтому она вот сначала сейчас ее поднимется уперется вот сюда вот в верхний головок и начнет подниматься должна уже скоро подойти вот теперь мы видим вот она пошла подниматься вверх вот у нас регулировка Вань стоп хорош стропила стоят они уже зафиксированы стоп опусти так чтобы она опустилась просто перестала нагружаться и все и дальше нет круче сейчас еще шотик запишем вот ребят в общем еще раз повторю для чего это надо когда у нас садится вот это количество венцов на коньке да и конек зависает поэтому гайка сейчас вот мы крутили в нижней точке чтобы она могла компенсироваться вот и в дальнейшем когда мы увидели что брус сел нам нужно будет ее поднять вот и соответственно для этого это сделано снизу ключом регулируем выдавливаем ее потому что там у нас будет жесткое соединение вот на уголки с двух сторон ну и на коньке также мы с двух сторон уголки поставим на коньке уголки поставим вот это будет все жестко соединено вот тему этого непосредственно донкрата да этой ну как бы по тематику мы эту я не знаю как выразиться может подрежь глупости я надеюсь что данную тему мы достаточно ну емко открыли да для чего нужно как это сделать если вы допустим хотите увидеть вот такой вот донкрат прям готовый приезжайте в уникму Андрея Федорова Андрея Дмитриевича Федорова есть я ему дал этот один образец я говорю Андрей Дмитриевич вот вам для того чтобы будут вопросы задавать вам нужно будет показать прям его вот он собственно у него есть обращайтесь к нему он вам его покажет вот потому что я ко всем кататься не смогу а вы в уникму подъехать всегда сможете вот пишите свои комментарии уверен что много найдется противников этой технологии потому что очень мало кто понимает вообще об этих процессах вот как мне показалось я начал мониторить спрашивать у людей и все знают только когда двухскатная надо скользящие соединения делать и в один голос скажет Денис ты что там скользящий только начинаешь вопрос задавать по ендове все все плавают кто-то видит так это кто-то видит так кто-то видит так никто не отнесся как Андрей Дмитриевич программу заложил посчитал она нам все выдала в общем вот так хотите верьте хотите нет каждый верит во что он верит как говорится вот Андрею Дмитриевичу не доверять у меня нет ни одной причины тем более в программе все аргументированно разложил а все кто отвечал по этому вопросу они предполагали вот а это немножко разные позиции поэтому ребята все увидимся услышимся всем пока не болейте